Здравствуйте! Я думаю, у всех женщин, у кого длинные волосы, у них много заколок в виде крабиков. Значит, у меня волосы были длинные буквально где-то полгода, а крабиков я насобирала довольно много. Ну так вот, приличненько. И что мне теперь с ними делать? Потому что я сделала стрижку, буду еще делать волосы короче, буду укладывать их. Ну, то есть они мне как бы уже и не нужны. Ну, не нужны и не нужны. Я их буду использовать. Значит, иногда для того, чтобы волосы были более так хорошо уложены, не были растерпаны, я возьму бигуди и буду закреплять этими крабиками. Уже мне крабик пригодился. Где еще могу его использовать, этот крабик? Видите, вот шарфик. Это, в принципе, не шарфик, а косыночка. Значит, я тоже, чтобы не завязывать эти кончики, чтобы они аккуратненько у меня были на шее, да, там не разлетались, я беру вот такой симпатичный крабик. И, оп-па! И красиво, и хорошо. Но только спереди. А для того, чтобы еще платок так вот не разъезжался платком, значит, что я его еще сзади закрепила крабиком. Такой небольшой крабик. Я его сзади, эту косыночку вот так вот закрепила. И получилась вот такая красота. А такой симпатичный крабик можно использовать как держатель для салфеточки. Он чистый, он новый, почему бы не приспособить. Мне кажется, можно даже оригинально. Затем карандаши, ручки. Там всякая такая всячина, которая так это небрежно лежит. Значит, я могу сложить аккуратненько, взять крабик и, естественно, это все зацепить. Все аккуратненько, все хорошо. Можно сумочку положить и можно идти гулять даже. Или там на занятия какое-нибудь. У меня есть красивая фотография маленькая, но нет у меня рамочки. Или есть рамочка, но там нет держателя. Да, чтобы эта рамочка как-то держалась. Так что я возьму тоже крабик симпатичный, большой крабик. И вот эта открыточка. Я, естественно, ее вставлю. И будет очень симпатично. Можно и так поставить, если будет другой рисуночек. И так. И так, и так будет красиво, устойчиво и хорошо. А еще у меня есть скакалка. Я иной раз, когда я на природу, я эту скакалочку беру с собой. Или когда еду отдыхать, я ее тоже беру с собой. Потому что мы же должны прыгать, да? Я всем говорю, бегайте, прыгайте, чтобы особо не толстеть. Видите? Опять я возьму свой скрабик, зацепила в сумочку, бросила. Легко и просто. Затем на кухне. На кухне у меня моечка. На кухне у меня мыло. Даже можно и в ванной комнате использовать это. Значит, как я буду использовать для моечки, чтобы она была сухая. Да, я зацепила на скрабик. Можно так поставить, можно так поставить. Она будет моечка сухая, губка, да? В таком образе не будет она лежать вот так вот там в воде. А будет чистенько, аккуратненько. То есть можно это использовать. С тем кусочек мыла, чтобы он тоже был сухой, да? Тоже можно использовать как мыльницу. Ну можно же использовать, можно же использовать. Вот даже куда-то я поехала, не взяла с собой мыльницу. Там положено, что оно мокрое, так неприятно. Все, варианты есть. Значит, не пропали мне скрабики, пригодятся на хозяйство. Ну опять-таки отлично решение, видите? Подставочка, держатель. И никто теперь не будет искать, и не будет валяться в пульт, и не будет валяться у меня телефон. Все, видите, какая симпатичная. Для нее какой симпатичный крабик. Вот поставила, аккуратненько. Еще и красота будет. Отлично, отлично. Так что крабики лишним не бывают. Как видите, орхидея цветет пышно, ветка тяжелая. И, конечно, ей нужно помочь подвязать. Так, чтобы я тут и подвязала немножко. Но у меня же есть крабик. Крабик очень такой хорошенький. Это не специально, конечно, для растений. Это крабик мой, который мне сейчас уже не нужен. А для орхидеи пригодится. Вот такие два маленьких крабика. Один сверху, другой снизу. Я, конечно... Во-первых, будет и красиво, типа бабочки, да? Во-вторых, бережно. И мои орхидеи будут радовать меня еще долго. И веточка не сломается. Большое спасибо, что вы были со мной, что вы ко мне зашли. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok.